здравствуйте мои дорогие девочки ну что же это снова я ваша вероника и вы на моем канале я надеюсь вы меня ждали ждали новостей от меня ждали как продвигаются наши дела рассказа об этом в общем по возможности что смогу сегодня расскажу и покажу не только расскажу ну хочу я начать с благодарности всем кто писал свои теплые комментарии в нашу поддержку и я вам очень признательна за это но дело конечно обошлось не обошлось и без плохих комментариев ну собственно знаете когда я только открыла канал я очень переживала по этому поводу однажды у меня даже давление подскочила от переживания но теперь вот и по прошествии четырех лет а вот будет уже скоро четыре года как я открыла свой канал то я немножечко честно обросла броней но люди которые пишут мне комментарии негативного порядка я им обычно даю второй шанс если они не выдерживают второй шанс пишут мне снова всякие гадости я отправляю их в бан так что друзья давайте писать друг другу хорошие комментарии я не могу вы понимаете я не могу всем отвечать и объяснять все причины нашего отъезда поэтому сейчас как смогу так отвечу всем сразу отдельно никому писать не стала ну может кому-то и и стала тем людям которые писали мне в инстаграм я же всегда оставляю ссылку на свой инстаграм отвечала тем кто писал мне в личку отвечала друзья я поддерживаю отношения отношения даже есть дама которая пишет мне даже на ватсап и мы с ней общаемся любочка привет вот ну сначала я вам скажу что я нашла оказывается в своих закромах которые с собой прихватила в своей косметичке красивую помаду цвета фуксии и накрасила губки для поднятия настроения а то я целую неделю болела потому что я немножечко простудилась мало теплой одежды и немножечко не рассчитала свои силы и все это так как-то на нервах и все-таки здесь погода не такая как в израиле у нас там еще 30 градусов а здесь вообще-то сегодня плюс 6 друзья и будет еще меньше поэтому я уже заказала вчера себе пуховик соли когда он придет я вам обязательно его покажу вы помните когда-то в прошлом году или может быть еще позже мне писали люди о том что ну когда же наконец начнете вы показывать вероника пуховики ну я объяснила что в израиле нет зимы поэтому пуховики пролетают и вот пожалуйста кто хотел тот увидит пуховик который я заказала непростой а конечно же с наворотами надеюсь он придет как положено по адресу и придет довольно скоро мне не придется мерзнуть вот и вы увидите простых простых пуховиков нам не надо надо что-нибудь такое эксклюзивное необычное что все оборачивались тебе вслед я же люблю все такое поэтому вот такое вот и будет друзья ну давайте вернемся к нашей теме для тех кто пишет мне комментарии о том что мы такие сякие выехали из страны из израиля предали родину и вообще то я хочу пояснить некоторые вещи чтобы люди нормальные люди понимали чего вы испугались побоялись вскочили улит улетели и так далее послушайте дело вот в чем у людей которые долго живут в израиле конечно же находятся дети например в стране внуки престарелые родители возможно родственники свой дом или допустим ипотека за которую они платят или дети в армии пенсия и многое другое которое не позволяет этим людям при их желании прям вот так сорваться с места и куда-то помчаться в другую страну кстати по статистике из израиля выехала 500 тысяч человек настоящий момент люди которые не хотели оставаться и которые тревожились за свою жизнь и судьбу на территории страны где идут военные действия я хочу сказать конкретно о нас куда они уехали я не знаю возможно у них родственники там по всему миру а возможно они также как и с нуля решили начать новую жизнь то я хочу конкретно про нас сказать у нас с мужем нету родственников в израиле нет представить престарелых родителей нет детей в армии наши дети находятся в украине и все наши родственники близкие которые нам дороги и которые с нами тепло общаются тоже находятся в украине у нас нет собственного дома была съемная квартира так как я говорила о том что мы патрианты и приехали в страну пять лет назад вот только 26 ноября было бы пять лет как мы приехали в страну то есть еще пяти лет нет я не получаю никакую пенсию и никакие пособия от государства потому как хотя мне вот уже 63 года почему-то в пособии мне отказали но знаете в израиле есть такой закон если у тебя есть муж тут лицевой счет один на двоих семейный и если у тебя есть муж независимо от того что ты работаешь я получаю у меня зарплата меньше моего мужа и если мой муж получает больше там минимальной зарплаты то ты считаешься у него на иждивении то есть поэтому пособие тебе никакое не положено и еще нужно какое-то количество лет как мне сказали в нашей в организации которая этим в заведует что я должна на страну отработать какое-то количество лет хотя по моим я заходила на сайт этой организации она называется битуах лиуми это такая в общем организация с которой никто не спорят и чтобы что-то им доказать нужно целое дело судиться нанимать адвоката и так далее и вот на их нем сайте написано что этот закон о том что я должна там пять лет на страну отработать как мне сказали вообще не распространяется на новых репатриантов и я даже обращалась к адвокату по этому поводу но доказать ничего в общем невозможно особенно без отличного знания языка то есть ничего мне не дали так что же нас извините держит люди пишут вот мы пи мы прожили мы пережили там ливанскую войну еще какую-то войну и ничего с нами не случилось вот мы живы и здоровы а вы тут собрались и побежали куда-то бедные испугались вы напоминаете нам одну там пару которую которая приехала и потом и бежала знаете друзья мне все равно что эти люди думают о нас как какие пары мы их на мы им напоминаем нас ничего не держит мы не хотим переживать ни ливанскую не такую не секую не перед такую мы хотим строить свою жизнь в стране где все спокойно поэтому мы собрались и уехали на тот момент вы были были очень взволнованы а сейчас друзья мы приняли твердое решение не возвращаться вот так поэтому будем строить новую жизнь в новой стране и мы сделаем все возможное для того чтобы эта жизнь была у нас максимально комфортной ну вы скажете конечно все девочки скажут боже мой вероника вы же ты же у тебя же там целое большое количество одежды там дизайнерской целая коллег коллекция и сумок и обуви и украшений всего да друзья ну сказать что мне не жаль не буду лукавить мне очень жаль но это не первый раз жизни когда нам с мужем приходилось оставаться с материальным и знаете когда репатрируешься в другую страну узнаешь себя заново я даже никогда не думала что я такая девочки я не всегда казалось что я очень привязана к материальному миру и когда я уехала в израиль я собрала всю свою жизнь в 6 сумок и поехала раздарила все там свои духи свою там одежду все свои там все что нажито непосильным трудом собралась и уехала и вы знаете а еще и в аэропорту случилось такое что у нас оказался перевес 42 килограмма и куратор не подсказала нам вовремя что нужно запаковать еще одну сумку и то есть заплатить за нее и взять ее с собой так я мы эти 42 килограмма отборных вещей подарили просто уборщицам в аэропорту в борисполе они стояли в очереди с такими черными мешками и я просто на выбор не на ну что попадется под руку бросала им в эти пакеты и туда даже попала шкатулка с моими серебряными украшениями которые я купила за всю свою жизнь и мне было так жалко когда мы вернулись когда мы приехали в израиль мой муж я даже всплакнула немножко от ну как нам девочка всегда жалко я всплакнула о том что ушли такие вещи хорошие семейный альбом туда попал с фотографиями и так далее и мне это все было очень жалко и мой муж даже накричал на меня и сказал скажи спасибо господи что взял деньгами вот поэтому друзья спасибо господи что взял деньгами возможно нам удастся получить какие-то свои вещи оттуда нам друзья обещали помочь но если даже этого не случится друзья то мы онлайн закроем все свои вопросы и что же пусть эти вещи достанутся людям которым они нужнее вот так вот поэтому не нужно судить нас и говорить вот вы убежали в этом предатель и так далее давайте придерживаться того мнения как говорил мудрый дала далай-лама чтобы судить человека нужно взять его обувь надеть на себя и пройти его путь и споткнуться каждый камень а который он споткнулся пройти все испытания я дословно не могу сказать и приобрести его жизненный опыт и так далее и только потом понять как он жил и чего он достоин это я уже как говорится импровизации вот поэтому друзья вот так вот ну что же кто со мной кто с моей командой кто будет дальше идти с нами по жизни я буду всех держать в курсе дела и и еще раз благодарю вас за поддержку а теперь мы девочки как все мы девочки и я вам всегда что-нибудь показывала интересное я сейчас расскажу и покажу что же мы дорогие мои взяли с собой улетая в такой спешке ну что же ну что же сейчас покажу что я взяла с собой мы девочки всегда в любой ситуации остаемся девочками и всегда думаем о цен отца своих вещах ценных которые нам очень нужны ну показываю так быстро собираясь в волнении я все-таки прихватила с собой духи и не просто духи и не один флакончик а тихонечко от мужа чтобы он не видел там в ботинке быстренько засовывала закладывала заворачивала запихивала извините куда угодно флаконы с духами как же я вот думаю как жаль что я не взяла больше потому что лучше бы я какие-то одни ботинки не положила а теперь я жалею я как раз в тот день собиралась вам показывать какие новые ароматы я купила арабские и не одни они бы сейчас очень не пригодились потому что у нас довольно холодно они такие теплые ласковые согревающие сладкие такие прям обволакивающие просто вау но не взяла покажу то что взяла ну первый аромат она бьен называют называется это этот аромат подарила мне моя подписчица и моя подруга с израиля олечка которую я вам не раз уже показывала где мы с ней мерили одежду в магазине mia inspiration и она мне подарила этот аромат я его очень люблю вот такой для осени очень подходящий очень напоминает аромат бакара руш у кого есть это великая ужасная бакара не все его конечно любят но мне он очень нравится пользуюсь редко но с удовольствием следующий аромат который я прихватила с собой он называется аджват это арабский аромат кстати это тоже арабский это тоже арабский аромат с некоторых пор я полюбила больше арабские ароматы потому что они мне извините ну что поделаешь мы говорим про ароматы поэтому может израильтянки израильтянкам это не понравится но я думаю у нас израильтянки тоже все пользуются арабскими ароматами вот от них никуда не деться живя в израиле их множество продается во всех магазинах и они мне нравятся они очень стойкие и очень интересные вот он такой интересный что просто нет слов девочки в какой бы вы стране не жили я вам его очень рекомендую это не аромат это сказка это просто какой-то божественный нектар я не могу сказать что он там какой-то сладко сладко конфетный нет нет здесь и цветы и сухофрукты и и карамель и и что-то такое ну просто даже какие-то лепестки роз где-то на мой взгляд прям про проскальзывают короче говоря это такой это не аромат это чудо это произведение искусства это божественный нектар дома за которой я ухаживала но не секрет что я работала ухаживала за престарелыми и да кто впервые зашел на мой канал я не только дизайнер украшения еще и ухаживала за престарелыми так вот дама которая услышала от меня этот аромат была просто в восторге мы с ней поехали и купили его и потом она даже своей дочке в америку отсылала фоточку этого аромата это себе тоже купила и была очень довольна короче говоря я его очень рекомендую он думаю в любой стране мира продается и вы и вы будете в полном восторге это божественная невероятная красота ну дальше аромат который я недавно привезла из берлина я его конечно же тоже прихватила моей коллекции он невероятно да дорогой он стоит 345 евро я покупала его в берлине в магазине парфюмерии это амуаж gold аромат старой школы кто любит например ароматы французские духи клемма вот когда-то в юности они у меня были вот то точно понравится этот аромат просто божественный такой тоже он для меня он почему-то пахнет ореховой халвой здесь есть для меня что-то ореховое такое тоже тягучие нежное в общем невероятный такой просто тоже божественный но я не могу сказать что он прям мой любимчик потому что он такой не такой не такой божественный для меня как этот это вообще волшебный нектар просто от жват девочки ну следующий аромат который я прихватила просто жалко было его оставить я не могу сказать что одно что он мой любимчик вот я его сегодня брызгнула на запястье я брызгаю потому что знаете кто любит парфюмерию тот знает когда тебе немножко грустно и вообще вечером перед сном хочется окутать себя таким благоуханием какого-то любимого аромата и почувствовать что ты находишься в таком теплом коконе беззаботности и благополучия да этот аромат не стал моим любимчиком но он очень красивый вообще шедевры тома форда нельзя назвать плохими но их можно не любить но уважать их точно нужно они очень сложные очень витиевато созданные здесь множество компонентов и описать его даже невозможно но здесь тоже слышны слышен дым сухофрукты ну я не умею по полочкам раскладывать папа ну как говорится всю пирамиду вам рассказать этого аромата не смогу но хочу сказать что раз я его купила я купила его в duty free когда мы летели в германию в сентябре раз я его купила значит на тот момент он он очень не понравился думаю но мне кажется что его время не зима вот точно не зима может быть осень или даже весна вот а может и лето вот трудно я еще мы с ним не подружились окончательно и не разобрались но он тоже очень красив следующий аромат который я взяла с собой это тоже арабский от компании латафа это аметист этот аромат я очень люблю когда-то вам показывала когда его купила он вы простите девочки у меня я немножко еще кашляю не окончательно выздоровела он вообще тоже божественный тоже божественный это такая красота красота неимоверная я им пользовалась летом хотя может быть другие считают что это какой-то вечерний и создан он не для лета а для меня вот для лета он просто был божественный у него это аромат розы черного винограда какой-то такой темные готический мне даже продавец сказала для для светлого человека он не подходит то есть она вам не увидела светлого человека и она сказала вам он не подойдет вы светлая а это темный аромат но знаете у каждого светлого человека есть какой-то краешек души темный поэтому этот аромат для меня очень подходит я считаю иногда бывают такие дни когда я чувствую себя не белым пушистым одуванчиком не не какой-то там кошечкой и не бабочкой порхающий на цветок а чувствую себя воином и чувствую себя амазонкой и чувствую себя какой-то темной жрицей поэтому этот аромат мне очень подходит он иногда очень нужен тоже божественный стоит недорого но стоит каждой своей денежки поэтому друзья очень рекомендую я думаю продается во всех странах ну а эта красота конечно пятерка от шанель как говорят блогеры парфу парф маньяки то этот аромат должен быть в коллекции каждой девушки честно говоря никогда не была поклонницей шанель вот но так случилось когда мы были все в локдауне то мне было так грустно и так хотелось чего-то интересного друзья необычного и я решила пойти и купить себе пятерку от шанель не было я уже рассказывала это из эту историю когда-то не было тестера и я рискнула и купила за сумасшедшие деньги почти 200 долларов на тот момент вот такой флакон это сотка большой флакон принесла домой трясущимися руками но это я немножко шучу открыла этот флакон и оказалось что это то что мне нужно было на тот момент и у нас случился с ним случилась любовь я так часто им пользовалась и даже на ночь как он такой интимный такой красивый и кто говорит про бабушкины сундуки про какие-то тряпки старые это не про него точно это бред извините тех людей которые никогда не имели пятерку от шанель без нее я не могла уехать друзья следующий аромат который я с собой прихватила это опять же от тома форда шедевр один из шедевров тома форда это металлик я купила этот аромат в duty free когда мы летели из кракова в прошлом году вот и на тот момент он мне очень понравился но опять же напоминаю что ароматы тома форда очень очень сложные поэтому не могу сказать что сложилась прям любовь любовь не сложилась но мне он очень нравится есть правда такая нотка в нем которая меня несколько озадачивает но это точно не мускус не не животная нотка такая вот у меня аромат который я все время хотела повторить это белый пачули так в нем слышалось он немножко им долил и в такое в дождливое время от него слышался такой животный немножечко животная нотка которая меня смущала я я беспокоилась что ее могут от меня услышать в транспорте и подумают что я просто ну пахну не свежим а для нас девочек очень важно это вы знаете в общем все равно им пользуюсь с удовольствием он очень красивый особенно летом моя приятельница сказала что от меня исходит аромат чистого ухоженного тела да я его взяла с собой ну а без этого монстра я просто никак не могла уехать это одессуар от сислей потому что это просто невероятный парфюм я его люблю и ненавижу когда-то рассказывала вам о нем это не аромат это просто монстр он он не просто вы не служите ему то есть он не служит вам а вы ему служите потому что он просто забирает вас в какой-то сумасшедший кокон в котором держит вас целые сутки он не бежит за вами следом облачком а он просто шагает впереди вас и просто требует к себе повышенного внимания все он занимает все ваше жизненное пространство он шокирует окружающих он кричит орет требует внимания к себе и это просто монстр но он мой любимый монстр и поэтому я конечно же не оставила его дома он уехал со мной друзья ну что же это все мои ароматы которые я прихватила с собой и я очень этому рада они согревают мне душу поднимают мне настроение делают мою жизнь в настоящий момент комфортней и я счастлива что я это сделала потому что мне это сейчас очень очень требуется и очень требуется друзья ваша поддержка я ее очень жду от вас не надо не надо распыляться очень прошу вас по-хорошему не надо распыляться на плохие комментарии я не хочу вас банить друзья не нужно потратьте свою не тратьте энергию на разрушение чужой жизни пост потратите ее лучше на созидание своей ну дорогие мои у меня есть наследую в следующем ролике что вам показать это еще не все а на сегодня это все друзья поэтому я вас я с вами прощаюсь увидимся в следующем ролике вы же знаете я всегда найду что интересного вам вам рассказать я вас люблю вы мои виртуальные друзья и как всегда подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось это видео и увидимся в следующем ролике я буду ждать вас с радостью и любовью пока пока дорогие мои